МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сторожевую башню на территории цементного завода в Екатеринбурге строит 3D-принтер. Однако настоящая уникальность сооружения в том, что это будет полная копия замка Винтерфелл из популярного сериала «Игра престолов». На такой экзотический шаг решился владелец завода, вдохновившись противостоянием Старков и Ланнистеров. В Тюмени пока и дома, и другие сооружения строят люди. И делают они это очень даже неплохо. Об этом не только в программе ТСН «Итоги» в студии Роман Явныч. Здравствуйте. И в начале главные темы выпуска. Без воды сегодня, с теплом завтра. Успеет ли Тюмень подготовиться к зиме вовремя? Красота спасет берег. Как и когда изменится набережная Туры? Спецгруз для Югры. Почему на выборах мы получим по 4 бюллетеня, узнаем у главы избиркома. Новоселье мусульман. На что ушли народные 11,5 миллионов рублей? Эх, поболеем. Тюмень получила добро на проведение международных соревнований. Космическая утка. Так увидим мы завтра в небе две луны или нет? На финишную прямую вышли тюменские коммунальщики. В городе завершается подготовка к отопительному сезону. Сегодня полностью проведены гидравлические испытания теплосетей. Завершен последний седьмой этап. Всего опрессовано около 800 километров городских труб. Из них 2,5 километра нагрузки не выдержали. Впрочем, повреждения оперативно устранили. Почти в каждом районе областного центра тепловики уложились в двухнедельный срок работ. Если в прошлом году за период опрессовки по 25 ответвлениям от магистралей были допущены отступления от изначально установленных сроков двухнедельных подключения, и эти отступления составляли до недели, то в этом году всего по 7, в прошлом по 25, а в этом году всего по 7 отлетениям были нарушены вот эти сроки. Добавлю, над подготовкой Тюмени к зиме трудились 350 человек. И кое-где работы еще продолжаются. Например, капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. Всего в этом году на эти цели выделено 300 миллионов рублей. И это в 4 с лишним раза больше, чем в прошлом году. Но и объем работ при этом также вырос в несколько раз. Для реконструкции сетей выбрали самые проблемные места. Евгения Зубцова побывала сегодня там, где работы еще продолжаются, и узнала, когда у людей появится горячая вода. Перемен требуют тепловые сети Тюмени, особенно эти трубы на Одесской. По ним отопление идет от ТЭЦ к Дому обороны и в Затюменку. Районы растут, ресурса не хватает, поэтому здесь не просто меняют коммуникации, а увеличивают их объем на 30%. Система должна стать надежнее. В этом году мы весной откорректировали действующую инвестиционную программу, согласовали с администрацией города, определили участки с наибольшей повреждаемостью и запланировали, соответственно, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ. На пяти из участков тепломагистрали работы в настоящее время закончены, и потребители включены. Участок улицы «30 лет победы» в народе давно прозвали «Долиной гейзеров». Здесь каждый отопительный сезон из-под земли шел пар, были повреждения сетей. Их ремонтировали, но частично, и это не всегда помогало. В общем, дело труба. Пришла пора избавиться от рухляди. Капитальный ремонт теплотрассы на улице «30 лет победы» в Тюмени – один из самых крупных объектов. Здесь коммунальщики заменили 1 километр 200 метров сетей. Причем новые трубы проложили в сторону Пермякова и монтажников. Также здесь появилась новая тепловая камера. Гарантия на все работы – 10 лет. На Пермяково продолжение трубы с «30 лет победы». Здесь подрядчики уже заканчивают. С трудом им далась замена сети. Высокие грунтовые воды мешали работать оперативно. На каждом этапе делали откачку. Зато теперь все идеально. В ТПУ изоляции труба у нас 800-го диаметра. Такой же кайф была. Но уже по современным технологиям она уже долговечена гораздо. И коэффициент теплопотери меньше гораздо. Капремонт из сети – это почти всегда отключение горячей воды. Больше всех в этом году не повезло жителям Восточного округа. Но им обещают вернуть горячую к первому сентября. Нынче летом мы без воды почти 3 месяца сидим. В мае отключили, дали чуть-чуть, в июне отключили. Нам жить. Мы терпим. На следующий год планы коммунальщиков тоже масштабные. Придет пора менять трубы на Карла Маркса и Дзержинского. Евгения Зубцова, Андрей Захаров, Тюменское время. А вот оплачивать коммунальные услуги вскоре можно будет через специально разработанное мобильное приложение ЖКХ-72. Скачать его бесплатно можно в Google Play или App Store уже сейчас. Но пока с помощью сервиса можно только вносить данные индивидуальных приборов учета. Сервис оплаты обещают сделать доступным через неделю. Это сэкономит и время, и нервы. Пока многие жалуются. Невозможно дозвониться до расчетного центра, чтобы сдать показания счетчиков. На самом деле передача показаний приборов учета может осуществляться в любой день. То есть с 1 по 26 число может передаваться в любой день. То есть не надо обязать, нет обязанности именно с 25 или с 20 по 26 передать. И те, кто пользуются, умеют пользоваться всеми сервисами, электронными сервисами, максимально нужно уходить туда. Сейчас в городе установлено 400 тысяч индивидуальных приборов учета. И показания лишь 170 тысяч их владельцы в июле передали с помощью разных электронных ресурсов. Ну а теперь коммунальный анонс. В понедельник часть Тюмени на сутки останется без воды. Специалисты Тюмени Водоканала будут подключать новый водовод. Общая протяженность участка составит почти полтора километра. Работы продлятся с 9 утра 29 августа до 9 утра 30 августа. Водоснабжение будет отключено в районе Червишевского тракта в границах улиц 9 января, Закалужской и Пархоменко. А также на участке Чаплина, Ставропольская, Федюнинского. Перебои с водой могут быть на улице Широтной от Олимпийской до Мельникайте и на участке Чаплина, Молодежная, Мельникайте. Проверить, попадает ли ваш дом в район отключения водоснабжения, можно на сайте Тюмень Водоканала. Одна из достопримечательностей современной Тюмени начала расти вширь. И это тот редкий случай, когда такой рост только на пользу. На берегу Туры началось благоустройство участка набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Совсем скоро заросший и полузаброшенный берег превратится в современную пешеходную зону, а сама набережная станет длиннее в два раза. Не останется без внимания и левый берег. За стартом ремонтных работ наблюдала Александра Сосновская. 700 метров влево, 620 вправо. Расплываться в разные стороны границы главной достопримечательности Тюмени стали одновременно. Нижняя часть будет затопляемая, и она будет устроена из гранита. А верхняя часть уже будет в брусчатке. Плюс здесь будет предусмотрена парковка на 120 автомашин. На территории старой пристани сейчас укрепляют берег и отсыпают склоны. В зоне перестройки оказалось пять исторических памятников. К зданиям подведут инженерные сети, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Водонасосная станция, дата сооружения, конец 19 века. Объект хоть и культурного наследия, но в таком виде вряд ли станет украшением новой набережной. Проект реставрации практически готов. Будет воссоздан внешний вид объекта. А вот что будет внутри, ресторан или магазин, зависит от желания инвесторов. Уже известно, что Каменный Пагаус станет многофункциональным центром туристического обслуживания. Для маломерных судов в этом районе оборудуют лодочный причал, а для гуляющих пешком горожан – общественные туалеты. Подрядчики вернулись и на участок от реки Тюменки до Свято-Троицкого монастыря. В прошлом году работы были приостановлены из-за выявленных дефектов берегового склона. Проект откорректировали и снова пустили в работу. Через год протяженность набережной составит 3 километра. Уникальность объекта уже оценили и на российском уровне, и на местном. По набережной катаюсь я ежедневно, каждый вечер, каждый день. Живу здесь недалеко, поэтому очень удобно здесь спускаться. Вот, и жду не дождусь, пока откроют. Вот, шикарная набережная, причем я разговаривала с людьми из других городов, все восхищены просто. Надеемся, она будет дальше красивая такая же. Благоустройство намечено и на том берегу. На первом этапе подрядчики выйдут на участок от улицы Щербакова до Чкалова и в район Береговой. На этих очередях будет предусмотрено такие, так скажем, три зональности. Это где тихая зона, где спортивная зона, где зона отдыха. Вот, значит, у нас сегодня проект в стадии доработки. Мы думаем, что мы в этом году его благополучно завершим. Так что продолжение следует. Александра Сосновская, Владимир Кондратьев. Тюменское время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В слуху рупубликуют новость о том, что Тюменский кардиоцентр вошел в состав крупнейшего в России исследовательского центра РАН. Он создан в Томске путем слияния семи научных институтов, в том числе не кардиологии, филиалом которого является наш кардиоцентр. В одну большую команду объединились специалисты в области онкологии, генетики, психиатрии, акушерства и лучевой диагностики. Проект был одобрен правительством России в 2015 году. Потенциал нового центра огромен для страны. Это 58 научных подразделений, 7 клиник, 156 докторов, 334 кандидата медицинских наук, в общем, около 3000 сотрудников. Комсомольская правда размещает материал о том, что в Тюмени прошел рейд по выявлению заниженных автомобилей. Чаще всего у таких авто, в народе их еще называют тазы, инспекторы обнаруживают массу нарушений. Они связаны с изменением конструкции автомобиля. Машины наглухо затонированы, имеют низкую подвеску, а их владельцы и вовсе ведут себя на дороге агрессивно. На этот раз 8 молодым людям были вручены специальные требования. На проведение автомобиля в порядок дается 15 суток. Но уже завтра в Тюмени откроют самую большую в регионе площадку для подготовки к ГТО, сообщает 72.ру. Проект стартует в Комсомольском сквере. Площадь новой спортивной территории 520 квадратов. Она позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче норм ГТО и заниматься зарядкой всем желающим. Одновременно на площадке могут находиться десятки человек. Кроме того, подобные объекты в ближайшее время установят в Тобольске, Ишиме, Елутровске и Заводуковске. Все в рамках проекта «Здравый смысл». Но уже завтра на открытии площадки Ром свое умение продемонстрируют именитые спортсмены. Я знаю, что ты вроде как собирался на открытие. Ну вообще я видел, как строится эта площадка. На самом деле достойная внимания, очень большая, очень такая насыщенная, масштабная. Очень много разных снарядов на любой вкус и цвет. На любые группы мышц, что называется, упражнения можно делать так, что возможно на открытие завтра заеду. Но, по-моему, в три часа. Да, днем. Хорошо, постараюсь. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Сегодня из Тюмени в Югру отправили ценный груз. Более двух миллионов бюллетеней для голосования. Согласно правилам, члены областной избирательной комиссии провели стандартную процедуру. Провели соответствие бланков с заявленным требованием. Удостоверившись, что все в порядке, груз упаковали и сейчас он уже в пути. Напомню, процесс передачи документов начался неделю назад. Первыми 700 тысяч бюллетеней получили химальцы. На территории автономных округов досрочное голосование начнется 28 августа. Передача уже осуществляется избирательных бюллетеней на территорию Югры. Здесь у нас 10 уже избирательных округов, ровно столько же, сколько и на юге Тюменской области. Естественно, в каждую окружную комиссию должны эти избирательные бюллетени прибыть. У нас досрочное голосование на юге Тюменской области начнется с 9 сентября. На этих выборах каждый избиратель получит 4 бюллетеня. 2 для выборов депутатов в Государственную Думу и 2 для выборов депутатов Думы областной. Почему документов именно столько, мы попросили объяснить главу обл. избиркома Игоря Халина. Если мы говорим о бюллетене по одномандатным избирательным округам, соответственно, здесь мы увидим фамилии, имена и отчества конкретных кандидатов, где указан их год рождения, где указано место их жительства, где указано, кем, в какой должности, в какой организации они работают. Если являются депутатами, об этом тоже обязательно делается запись. И, соответственно, кем они выдвинуты. Либо они являются самовыдвиженцами, у нас таких немного, но они есть, всего их 6 человек, либо они выдвинуты политическими партиями. Это конкретный округ номер 14 Нижневартовский на территорию Югры, куда мы передаем более 2 миллионов избирательных бюллетеней. А если мы будем говорить про избирательный бюллетень по партийному списку, это второй бюллетень, который у нас избиратель получит, и с которым он зайдет в кабину для голосования. Здесь у нас структура примерно такая же, но отличие в том, что здесь у нас идут названия политических партий, идут изображения эмблемы и фамилии, имена, отчества тех людей, за которые, собственно говоря, мы и голосуем, за кого отдаем свои голоса. То есть мы голосуем и за партию, и за конкретных людей, которые находятся в списке. Но этот бюллетень называется партийным. Прежде всего здесь идет голосование за партию. Ну и точно такая же ситуация с бюллетенями для выборов депутатов Государственной Думы. Тоже два бюллетеня, но по одному одномандатному округу в списке 12 человек, по другому 9, ну а в партийном списке 14 партий. Если есть вопросы, обращайтесь в обл. Сбирком по телефону горячей линии 56 80 72. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Международные наблюдатели ОБСЕ побывали в Тобольске. Они будут следить за ходом выборов в регионе. Датчанка Ханны Банка, американец Роберт Харлей Бранстеттер посетили территориальный избирком. Всего в городе 52 участка, в том числе один дополнительный. В областной больнице номер 3. Виклова газ пришел в дом, жители которого не один десяток лет ждали подключения. Он один из последних в селе, где сделали капитальный ремонт, подвели воду, канализацию и голубое топливо. Сотрудники газовой службы с каждым жителем провели необходимый инструктаж. В Завдуковские образовательные учреждения в новом учебном году придут 19 педагогов. Это учителя из Кургана и Самары. Таким образом, будет закрыто 19 вакансий. Муниципалитет готов оказать все необходимые меры поддержки, в том числе предоставить служебное жилье. Сегодня подвели итоги купального сезона. Более 20 человек удалось спасти специалистам. Практически все трагические случаи, а их было 36, произошли в необорудованных для купания местах. Официальных пляжей в области было открыто 16. На большинстве спасатели продолжат дежурство до середины сентября. В поселке Андреевске Тюменского района сегодня открыли новую мечеть. Взвели ее за полтора года. Деньги на строительство, это 11,5 миллионов рублей, собирали всем миром. Свой вклад внесли и правительство области, и спонсоры, и просто неравнодушные прихожане. В новом здании одновременно могут находиться 300 человек, а это в 6 раз больше, чем было раньше. Появилась комната омовений, просторный зал, разделенный перегородкой на мужскую и женскую половины. В планах при мечети открыть воскресную школу. Желающих научат читать Коран, говорить и писать на арабском языке, а также будут знакомить с историей сибирских татар. Конечно, очень большой прогресс. Очень красиво. Внутри современный дизайн. И особенно мне радостно и значимо открытие мечети. При постройке вот этой мечети, особенно в минарете, участвовал мой муж. У людей сегодня улыбки на лицах. Значит, действительно, мы сделали реально хорошее и правильное дело. Потому что вот на открытие мечети насильно согнать народ невозможно. Какой бы ресурс там ни включали, административный и так далее, люди приходят сюда по велению сердца. Лучшие семьи региона назвали сегодня на торжественной церемонии во Дворце искусств «Пионер». За почетное звание соревновались более 80 ячеек общества. Их отбирали по нескольким критериям. Активное участие в жизни города или региона, общественные награды и достойное воспитание детей. Участникам пришлось преодолеть три конкурсных этапа. По итогам определили 15 призеров по пяти номинациям. Творческие работы призеров будут отправлены в Москву для отборочного тура. В декабре одна из семей представит Тюменскую область на всероссийском конкурсе. Есть такая поговорка «Все счастливые семьи одинаковы». Тезис, конечно, спорный, ведь у каждой пары своя история. К примеру, герой нашего следующего материала ради любви оставил столичную жизнь и переехал в Тюмень. Рецепт семейного счастья узнавала Анна Княжева. По этой истории можно снимать кино. Он ехал из Москвы в Приморье по распределению. Остановился в Тюмени на несколько часов. Пошел гулять в горсад, где в это время играл духовой оркестр. Пригласил девушку на танец. Как прямо в розу окунулся. Сразу запахло от нее приятным. Ей голос ей понравился. И все, и больше не разлучались с этого танца. В тот вечер он проводил ее до дома, а на следующий день встретил вновь. Ему нужно было срочно ехать дальше, но он пропустил три поезда. Потом все-таки уехал. Написал письма каждый день. У меня вот такая пачка писем. Каждый день. Он писал телеграмму там. Потом он выслал мне вызов. Закрытая зона была, Дальний Восток. И деньги на дорогу. Я рискнула и поехала. Вот три месяца мы переписывались. Через три месяца. Это в октябре, к первому ноября я туда приехала. Это геройский поступок был. Через три месяца сама приехала. Я перед Богом дал себе клятву не обижать никогда. И клятву свою он сдержал. Пять лет они прожили на Дальнем Востоке, а потом вернулись в Тюмень. Вместе они уже 57 лет. А супруги Михайловы 20 лет назад приехали из Чувашии в Тюмень за длинным рублем. Мечтали о собственном доме и большой семье. Все сбылось. Четверо детей, большой дом и звание одной из лучших семей Тюменьского района. Мы легкие на подъем, не тяжелые. И детей также стараемся, чтобы они были у нас позитивные, добрые. Любили свою семью, знали свою чувашскую культуру, знали свой язык. И в своих семьях также продолжали наши добрые традиции. Может быть даже что-то добавляли свое. А пока их традиции проводить вместе все праздники, участвовать в полезных и добрых делах. А еще поддерживать друг друга в любых начинаниях. Анна Княжева, Андрей Захаров, Тюменское время. Через несколько месяцев Тюмень будет готова принять лучших лыжников планеты. К такому выводу пришли члены комиссии из Международной федерации лыжных видов спорта. Ревизоры накануне весь день провели в Жемчужине Сибири. Мелкие шероховатости все еще есть. Дело в том, что в спорткомплексе идет реконструкция, и эксперты не смогли попасть на все объекты. Но они уверены, Тюменский оргкомитет успеет в срок. На данный момент не могу сказать, что Жемчужина Сибири готова к проведению Кубка мира по лыжным гонкам. Но мы находимся на пути к данной подготовке. Уверена, что соревнования пройдут на очень высоком уровне, так как мы видим прекрасную работу Тюменского оргкомитета. Напомню, 16 по 19 марта следующего года в Тюмени соберутся лучшие лыжники планеты. Впервые в истории состязаний такого ранга их примет Сибирь. Спортсмены поставят точку в сезоне и разыграют главные награды. На родную трассу должны выйти тюменские лыжники Александр Белов и Дарья Веденина. Сразу две луны можно будет увидеть на небе в ночь с 27 на 28 августа, уверяют нас различные интернет-ресурсы. Якобы Марс настолько приблизится к Земле, что визуально станет второй луной. Несмотря на абсурдность такого утверждения, многие этому поверили, рассказывают астрономы-любители. Хотя Марс действительно приближается к Земле раз в два года, и в последний раз это можно было наблюдать в мае, но и тогда соседняя планета выглядит не больше обычной звезды. И сейчас Марс как раз отдаляется от нас. Сейчас он, наоборот, уже отдаляется. Сейчас расстояние 0,8 астрономических единиц. Конечно, малограмотность населения в астрономии. Сейчас этого предмета не преподают в школе, поэтому вот такие, можно сказать, даже утки очень популярны, потому что никто не может четко оценить, что такого невозможно. Ну, ничто не мешает нам просто смотреть на звезды, если, конечно, позволит погода. И на сегодня у нас все. Спокойной ночи и до свидания. Что за край? Откройте Атлас Синий. Вот лежит в короне нефтяной черная жемчужина России. Область со страну величиной. Оттого в названии Тюмени проступает ярче с каждым днем. Древнее заветное значение. Ведь Тюмянь – сокровище мое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА